Виктор Янукович распорядился создать рабочую группу для разрешения политического кризиса на Украине. Об этом пресс-служба президента объявила еще накануне поздно вечером. Однако радикально настроенных участников беспорядка в центре Киева это не успокоило. Всю ночь у здания кабинета министров на улице Грушевского шли настоящие бои. Толпа отправилась штурмовать здание после митинга, на котором оппозиция выступила против законов, ужесточающих ответственность за беспорядки и призвала к полной смене власти в стране. Людей пытался сдержать милицейский кордон. Протестующие вели себя крайне агрессивно. На правоохранителей нападали группами и жестоко избивали. По данным МВД в столкновениях пострадали около 70 сотрудников МВД. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. 10 наиболее активных участников нападений задержаны. То, что произошло на улице Грушевского в Киеве, никак нельзя назвать мирным протестом. Митингующие, пытаясь прорвать кордоны милиции, использовали палки, следозачевый газ, пиротехнику. В стражу правопорядка летели камни. Уничтожены три автобуса правоохранительных органов. Один из них был сожжен. Милиция старается не применять силу, поскольку мы понимаем, нас провоцируют. В потасовках досталось и одному из лидеров оппозиции Виталию Кличко. Чемпион мира по боксу пытался остановить разъяренных молодых людей. В ответ кто-то из толпы облил его из огнетушителя. После этого Кличко уехал в резиденцию Виктора Януковича, потребовав немедленной встречи с ним. Президент его принял. Как сообщается, сегодня глава государства снова проведет переговоры с лидерами оппозиционных сил.